Дорогие друзья, в этом году будет реализовано более 20 проектов в социальной сфере и инфраструктурных проектов, объектов культуры, отдыха у нас в регионе в рамках тех программ, которые мы с вами обсудили. Это кроме дорожных работ и работ, связанных с дорожной инфраструктурой. Порядка 18 миллиардов. Средств пойдут на эти цели. Сумма большая. Она беспрецедентна по-своему, потому что если вы посмотрите предыдущие годы, это в разы больше. И если взять, допустим, тот же 2016 год, когда мы начинали обсуждать эти проекты, то в несколько раз точно это больше, чем в 2016 году. Это кроме национальных проектов. Да, это важно, потому что появятся школы, появятся объекты социальной сферы, появятся парки, появятся больницы. Но, кроме этого, это рабочие места. Это отчисления в бюджет. Но с чем мы сейчас сталкиваемся? Во-первых, очень много серых схем и людей, которые работают на этих стройках, не оформляют в штат организации. Занижают зарплату. Уходят на минимал. И говоря об этом, хочется также сказать о том, что отчисления в бюджет с этих объектов практически никакой. В этой связи было бы правильно правоохранительным органам, правительству Саратовской области изучить этот вопрос. Получается, денег стало больше, в разы больше, в 4-5 раз. Особенно в сегодняшний день, когда эти проекты могли бы компенсировать выпадающие доходы в связи с остановкой работы в сфере услуг, малого-среднего предпринимательства, у нас получается, что деньги уходят кому-то просто в карман. Потому что через серые схемы, через отмывание, через неуплату налогов, кто-то свое состояние увеличивает многократно. А от этого страдают люди, потому что им официально не оплачивают работу. А с другой стороны, теряют опять-таки люди, потому что в бюджет средства не перечисляются, а эти средства, в первую очередь, на оказание медицинских услуг, социальной помощи и пенсионное отчисление. Ну и, конечно, это средство в рамках отчисления по налогу НДФЛ, вот это считаю недопустимым. Вообще говоря о проектах, на них должны работать те, кто уже имеет хорошую историю на предыдущих работах, показали качество, уложились в сроки отведенные, и нет никаких претензий после того, когда уже эти объекты сданы. А у нас получается ровно наоборот. Осваивают эти деньги и решают свои проблемы отдельно взятые личности, повышая благосостояние. Не для этого мы искали средства и решали вопрос финансирования проектов, крайне важных для Саратской области. Поэтому я надеюсь, те, кто должен заниматься контролем надзорной деятельностью, финансовой деятельностью, это в том числе и контроль в области налогов, сделают все для того, чтобы все стало на свои места. Закон один для всех. Давайте его выполнять. Спасибо. Продолжение следует...